Так, действие главы происходит на Хачиносу. Битва Гарпа против Кузана, пиратов черной бороды продолжается. Мы можем увидеть воспоминания о том, как юный Кузан тренировался с Гарпом. Они использовали боевые корабли в качестве мешков с песком. Ширю наносит Гарпу удар мечом, когда он защищает Коби. Гарп и Кузан бьют друг друга по лицу, используя хаки и создают огромный взрыв. В конце главы Гарп лежит на земле и говорит. Коби, не паникуй, справедливость восторжествует. Гарп сражался с Ширю, а у Кидзи Абала Писара и Васка Шотан. После удара Ширю, Гарп одним ударом повалил Ширю на землю. В конце главы Гарп упал, но не был показан побежденным. Всем привет! Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и оставьте комментарии. Ваша поддержка очень важна, а мы давайте начнем. Ван Пис, 1087 глава, под названием «Корабли-груши». На обложке, Эйс нагревает воду в бане для парочки капибар. На первой странице, на базе морского дозора G1, лежат побитые боевые корабли. Дозорный говорит, что это корабли-груши. Джанго и Фулбоди спрашивают, кто это сделал. Дозорный рассказывает, что для вице-адмирала Гарпа это была лишь рутина, так и для бывшего адмирала Аокидзи. Он был учеником Гарпа. У них было правило, запрет использования воли и способности дьявольских фруктов, чтобы бить. Дозорный говорит, что героями не рождаются. Такую силу обретают только благодаря упорным тренировкам. На второй странице, в новом мире, пиратском острове Улей, Гарп отправил Сан-Хуан Вульфа в полет, и он упал в воду. Васка Шот, кажется, недооценивает его и атакует. Гарп хватает близлежащих пиратов и использует их как шит. Гарп бросает горящих пиратов во все стороны. Пираты волнуются за свой город и немного напуганы этим стариком. Подчиненные Гарпа доложили, что раненые и рабы сели на корабль. Они готовы отплывать. Еще и волнуется за Коби. Остальные на корабле ждут только Коби, груза и Хельмепа, и Гарпа. Аокидзи встает и говорит, что он не может отпустить их так просто. Хельмепа волнуется за свою шкуру, а Груз волнуется за свою карьеру. Гарп и Коби готовы сражаться дальше. Гарп приказывает этим троим отступить. Пираты пытаются обмануть их, типа, что у них есть заложники. Коби в это поверил и хочет вернуться. Груз говорит, что это ловушка. Какой-то пират пытается напасть на Коби, Коби в замешательстве. Но потом Гарп спасает его. Но не тут-то было. Приходит дождь Ширю и протыкает его в живот. Ужасная боль. Гарп ранен. Он поймал невидимого Ширю и швырнул на землю. Ширю показывается. Гарп узнает его. Ширю использовал свой фрукт, невидимость и пронзил Гарпа. Парни волнуются за Гарпа. Гарп говорит, что это ерунда и велит им бежать на корабль. Коби винит себя в этом. Но Гарп говорит, что он был целью с самого начала. Пираты возмужали и хотят голову Гарпа. Они говорят, что за Гарпа дают три короны. Это около трех миллиардов бели. Кузан сам атакует. Говоря, что им все равно не справиться с ним. А у Кидзи используют ледяную перчатку, что бы это ни было. Начинается флэшбэк. А у Кидзи пришел к Гарпу, чтобы стать его учеником. Гарп отказывается и велит его идти инструктором морского дозора. Но у Кидзи говорит, что он уже научился у них всему. И хочет перейти на новый уровень. Но все равно он посылает его. Ну что ж, он все равно стал его учеником. И уже начали долбить эти корабли. Закатили восход, они бьют. У Гарпа сын стал революционером. Они бьют. И дальше бьют. Потом он узнал, что его внук хочет стать пиратом. Дальше уже Ау Кидзи стал адмиралом. Кузан говорит, что у Гарпа привычка воспитывать плохих парней. Но далее Гарп говорит, что он с ним уже закончил. Мой глупый ученик. Оба попали в друг друга прямым ударом. Прогремел огромный взрыв. Обоих раскидало от взрыва. Коби кричит, волнуется за Гарпа. Овал Апизар угрожает их друзьям на корабле. Корабль еле уплывает. Хибари расстроена из-за бесполезности. Что-то происходит, солдаты недоумений. Пизар говорит, что в газетах всегда пишут о черной бороде. Но пришло время стать известными им самим. Овала Пизара создает огромную руку, которая легко достигает корабля. И он говорит, что Гарп и его отряд провалили задание спасения. Типа используя свои новые способности, он сокрушил их глупый план. Коби волнуется за своих друзей на корабле. Но Гарп говорит, не теряй голову, правосудие обязательно восторжествует. На этом все, глава заканчивается. Гарп силен, но кажется слишком постарел. Не будет же здесь, как было с Белоусом. Наверное. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Еще услышимся. Всем пока.